Первое, что советует сделать мастер, внимательно осмотреть кузов автомобиля. Если машина побывала в аварии и отдельные части были заменены или перекрашены, это будет видно даже невооруженным глазом. В первую очередь это разнотон деталей. Посмотреть в разных ракурсах на него, слева, справа, могут быть отличия в оттенке. Второй момент, особо важный, это зазоры автомобиля. Вот эти стыки сопряженных деталей, получается, вот здесь с крылом, они должны быть абсолютно в одной плоскости, не торчать друг из друга. Здесь вот прям упирается совсем вверх. Зазоры говорят о основании кузова. Если геометрия будет на автомобиле плохая, соответственно, работать там ничего не будет по-хорошему, ни подвеска, ни резину будет кушать, уводить руль будет в какую-нибудь сторону. Еще один способ проверить, перекрашивали этот автомобиль или нет, измерить толщину лакокрасочного покрытия с помощью специального прибора. Берется, как правило, крыша, да, реже всего красится. То есть на нее делаешь, смотришь, 571. За стандарт берешь вот эту цифру 571 и начинаешь проверять. Дальше все подетально. 572. То есть любая крашеная гитарик, кроме пластика, она покажет разницу. Следующий шаг – осматриваем салон. Особое внимание на ремни безопасности и рулевое колесо. На ремнях безопасности должен присутствовать рывок, на котором должен указан быть артикул данной детали и год изготовления автомобиля. И данного ремня они должны совпадать между собой. Но это говорит о том, что ремень не подвергался замене. Стоит обратить внимание на интерьер салона, на шероховатость, на вытирание рулевого колеса. Если там пробег 30 тысяч, а на рулевом колесе залысине этого не может быть. Это залысины появляются где-то в километрах на 150 тысяч. Если вы выяснили, что километраж скручен, осмотр можно не продолжать. Ведь, как правило, такие машины имеют очень большой пробег. Обычно это автомобили, которые использовались в таксопарке, были учебными или принадлежали организации по прокату автомобилей. Хозяева стараются поскорее избавиться от такого транспортного средства. Слишком много съедает обслуживание. Если же все в порядке, после внешнего осмотра кузова, внутреннего обследования салона, не лишним будет заглянуть под капот. В моторном отсеке там должно быть все довольно-таки чисто. То есть только лишь присутствие грязи какой-то, либо природной грязи, без всяких маслов, жидкостей. Ну и при запуске двигателя, да, двигатель должен работать ровно, без каких-либо колыханий, колебаний. Если при самостоятельном осмотре вас что-то смутило, обратитесь к экспертам в диагностический центр или станцию техобслуживания. В ходе проверки могут выявиться очень большие дефекты, после обнаружения которых вы либо сэкономите на покупке, либо вовсе откажетесь от нее.